Приветствую вас, если ваш парень не известил вас о том, почему вы расстались, значит, скорее всего, он этого не хочет. Он не хочет того, чтобы вы знали, почему вы расстались именно по той очень простой причине, что причин для этого нет, как бы не парадоксально это звучало. То есть, грубо говоря, ваш парень расстался с вами просто потому что... Ну, конечно, не факт, что у него не было причин, причины может быть и были, но поставить вас в известность об этих причинах он не посчитал нужды. А это говорит о том, что вы для него не так уж сильно и важны. И это наводит на довольно-таки простую мысль, довольно-таки простую идею. вот. А нужен ли тогда, нужен ли тогда вам такой человек? нужен ли вам такой мужчина, нужен ли вам такой парень? вот. Ага. И зачем он вам, если он даже не посвятил вас то, почему вы, допустим, расстались с ним? Ну, просто вот не сказал, да, просто вот не озвучил, просто вот, не знаю, не посчитал нужным, да, вам это объяснить. Зачем такой мужчина нужен? Для чего такой парень вам, это, на мой взгляд, большой вопрос. Ну, а если вы все еще хотите с ним, значит, как-то вот взаимодействовать, если вы все еще хотите с ним как-то помириться, несмотря на его такое поведение, то я полагаю, в этом случае, что вам нужно просто-напросто застать его где-нибудь врасплох, застать его где-нибудь в том месте, где он не ожидает, возможно, вас увидеть и, соответственно, поставить его перед фактом, что вот, вот я, вот ты, как бы, ну, скажи мне, почему такая ситуация произошла, из-за чего, чем я заслужил это ее, вот. И, соответственно, мужчина вам может быть счастлив. Но, скорее всего, не правда. Скорее всего, не то, что, например, вы действительно хотите от него услышать, потому что вы хотите от него услышать, как, ну, то, что есть на самом деле, вам он, скорее всего, правду не скажет, вам он, скорее всего, как есть не даст понять, что случилось, потому что этот мужчина, как минимум, нечестен с вами. Вот. Ну, если говорить о том, что нужно для того, чтобы, значит, помириться с ним, то здесь ситуация такова, что вам мощно действовать только наугад, то есть, ну, вот, вам самой предугадать, почему вы расстались и так далее. Другого варианта нет, потому что мужчина, он, ну, не готов с вами, как вы видите, да, эту тему обсуждать. И если вы хотите помириться с ним, то важно признать, что желание это только ваше, что хотите вы этого для себя, мужчина этого хочет постольку, поскольку, ну, вот, скорее всего, он этого вообще не хочет, ну, то есть, с вами мириться. А это означает, что воспринимать вас и ваши попытки помириться, он будет достаточно негативным. и я хотел бы, чтобы вы об этом знали и не ожидали от него какого-то, ну, какого-то поведения, да? вот, значит, ну, какого-то поведения, которое вам хотелось бы от него видеть. Это, на мой взгляд, то, что вам можно ответить на ваш вопрос, потому что, если человек не говорит, почему он остается иначе не хочет, и если он не хочет, то это его выбор. Нет, конечно, могут быть, могут быть такие варианты, например, что мужчина просто плохо выражает свои чувства, например. Такое может быть. Но в этом случае вы, я не думаю, что стали бы задавать вопрос, потому что вы бы знали об особенностях молодого человека вашего и, соответственно, были бы готовы. здесь я полагаю, что вы просто оказались не готовы к тому, что случилось, к тому, что произошло. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будро помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!